Всем привет, мои дорогие друзья! С вами Сан Саныч Богомолов и поздравляю вас с новым 2024 годом! Годом Дракона! Чтобы в этом году, в отличие от предыдущего, все было намного лучше! Хватит нам уже, хватит! Все, остановитесь, как говорится! Нам не хватало только еще прилета инопланетян каких-нибудь на нашу планету, чтобы нас поработили! Нет, все, стоп! Живем в дружбе, все нормально, заканчиваем! И самое главное, друзья, здоровья вам, вашим семьям, вашим близким! И побольше, конечно же, денег, потому что с ними легче! Как говорят, ой, и без денег все хорошо! Это вранье! С деньгами намного все происходит легче! А сегодня я хочу вспомнить свой любимый бренд каждый день, с которого я начинал! Ашан! Вы думаете, я вас оставил без закупки? Нет! Отправляемся в магазин делать закупку! Что это, друзья? Мишура! Вот такую возьмем! Понравилась она мне! Ашанчик мой! Ашанчик мой! Ух, сколько много всего! Красота! Смотрите, какой набор за 2290 рублей! Огромный набор еще! Друзья, вот когда говорят слово Новый год, первое на ум, какой салат пришел? У меня селедка под шубой пришла, первое! Смотрите, сель под шубой! Блин, осталась только вот такая вот огромная! Огромный набор за 210, да? А что, поменьше нету? Какая-нибудь поменьше! А, вот! Все, отлично! Вот она поменьше есть! Какая-нибудь нарезочка от каждого дня! Мой любимый каждый день! Вот! Шейка копчено-вареная! Посмотрите! Вот ведь что! Ветчина! Давайте шейку возьмем! Она мне нравится! Красиво выглядит! Смотрите, друзья! Есть соус майонезный! 21 рубль 99 копеек! А есть майонез провансаль от каждого дня! Вот за 36 рублей! Берем майонез, он нам обязательно пригодится! Сыр 67! Это ужас! Это какое-то молоко... Вот, беззаменительное молочного жира лучше взять! Потому что вот это молоко содержащее, это какой-то жесть! Где мои любимые яички от каждого дня? Берем! 73 рубля! А, нет! Вот из-за С1 они побольше будут! Хорошие, да? Берем! Ну, вот мне для салатика ассорти зелени! Здесь у нас что? Лук, укроп, петрушка! Как раз самое то для алюминиевых! Мейонез есть! Все есть! Два салата! И давайте что-нибудь на горячее возьмем! Долго хотел, думал, мучился! Думал, рыбки может взять! Нет! Возьму лазанью! Это очень праздничное блюдо! Не каждый день мы себе можем позволить такое, друзья! Тем более 89 рублей, 99 копеек! Это 90 рублей за лазанью! Если вы не один, как я, празднуете Новый год, то берите там 4-5 лазанью! Я смотрю, кола ребрендинг сделала! Раньше не было вроде вот такого стакана! Берем колу на новогодний стол! А что мелочиться? Берем вот эту полторуху! Ну я же один, друзья! Ну все, как вам закупочка понравилась? Знаю, что вы любите закупки! Так, сейчас, секунду! О, давайте украсим еще вот так украшение сюда! Хочу приготовить салат сельдь под шубой! И хочу приготовить классический салат оливье! Вот! А на горячее у нас будет мясная лазанья! Просто, но со вкусом! По поводу стоимости я вам скажу в конце! Давайте! Так, закинул уже свеклу! Сейчас свекла чуть-чуть поварится! К ней докинем морковку и яйца! А нет, яйца надо отдельно все-таки варить! И картофель! Так, ну что, друзья! Все кипит! Здесь у нас находится свекла! Сюда закидываем яйца! Блин! Забыл, короче, вода закипела! Кинул яйцо на проверку в горячую воду, оно лопнуло! Я не знаю, смотрел много роликов на ютюбе, как люди варят яйца вообще в кипятке! Вот закидывают их в кипяток и варят! Не знаю, как это у них выходит! У меня такого не получается никогда! Сколько раз не пытался! Все тщетно! Так, еще минут 10 поварится свекла и к ней закидываем картофель и морковь! Запах такой приятный стоит, друзья, сейчас здесь на кухне, знаете, чем свеклой вареной! У меня сразу это Новый год вызывает чувство! Давайте это в холодильник уберем! И будем потихонечку... Ах! Поколи, что ли? Да давайте вдарим! Че уж, друзья, давайте тоже наливайте бокалы! Че уж, сегодня можно! Пахнет этим электронной сигаретой! Вот электронки со вкусом колы, вот у них такой же запах, блин! Газации вообще нету практически! Как было... Ужасом так и осталось! Невозможно это! Невозможно! Вот такую нарезочку сейчас быстренько сделаем, друзья! Давайте по вкусу ее попробуем хоть отдельно, как она! Нормальная или не очень? Ну-ка! Не скажу, что лучшая вареная колбаса, но на этом остановимся! В принципе, нормально для салата! Что-то пересоленая немного! Такая слишком мягкая, как паштетная какая-то! Иди сюда, горошек! Че-то банк вообще не режется! Я помню, Серега Ицкобаровский вообще... У него проблема с отрыванием банок была, всегда резался! Представьте, друзья! Саныч молодой, веселый, еще не замужний, то есть не женатый, не замужний! Решили вместе отмечать за городом у чувака там в доме, у него бабушка, дом у нее за городом, рядом с горнолыжкой, Новый год! Я со своей девушкой, кореш со своей девушкой и еще один друг, то есть три пары! И мы с другом, со своим самым лучшим весельчаком, мы нарисовали игру, типа подземелье и драконы, только со своими правилами! А правила примерно следующие! Вот вам одно из заданий! Вы попали в деревню каких-то там гномов, они пригласили вас за стол и угостили элям! А знаете, что... А, гороховым элям! Что это было? Вот это, короче, вот от горошка, вот эта жидкость, кстати, горошек очень вкусный, прям мягенький, кайфовый! Раньше у каждого дня твердый был, вот сейчас четкий! Короче, жидкость от горошка с дедовским самогоном смешана, и надо было стакашок заглушить! Это было жесть! И вот все вот в таком стиле, вот такие вот задания, друзья! Как их сюда запихивают, я понять не могу! Они здесь больше становятся, или что происходит? Вот так вот нарезаем потихонечку! Вот, а мы когда приехали, мы, получается, приехали за сутки до Нового года! Девчонки готовили салатики всякие! Было задание от каждой пары там по одному салату, а горячее вместе готовили! И вот, кто какие салаты готовил! Я уж не помню, что мы приготовили, но что-то вкусное! Мне кажется, мы готовили язык с соленым огурцом! Очень вкусное блюдо! Язык, репчатый лук и соленый огурец! Все, больше ничего не надо! Такое вот блюдо! В принципе, нормальные огурчики! И вот что хорошо, когда компанией Новый год отмечаешь, да? Особенно, когда дело молодое, куда-то уехало из дома, Начинаете это все, там, 20, ну, 30-го обычно, да? Все это нарезаете, разговариваете, пиво выпили, погнали на тачке по деревне гонать! На горнолыжку съездили! Они, вы там это, вы куда? Не пейте! Новый год то и завтра только! Не-не-не, там что-то помочь кому-то надо! Бабушке шкаф, он сказал, перенести надо! Мы поехали! Набрали с собой горячительного! И кайфовали! Так, друзья мои хорошие! Закидываем морковь прям в свеклу! Закидываем картофель! Е-мое! Картофель! Е-мое! Сейчас я ешкин кот! Сейчас мы ее поправим! Что-то не вылезает! Сейчас мы ее поправим! О-о-о! Сейчас войдет! Надо просто, надо просто вот так вот! О-о-о! Все-все вошло! Все-вошло! Все отлично! Пусть чай варится! Яйца уже тоже кипят! Так-то! Все почти готово, друзья! Колбаска! Пошла! Зелень! Зеленушечка пошла! Обязательно лук зеленый! О-о-о! Другое дело! Зеленые огурчики! Побольше! Кто-то еще в оливье Обычный огурчик добавляют! Ну, мне нравится вот именно с зеленым! С этим, то есть с маринованным! Кто-то чистит до! Кто-то чистит после овощи! Я все-таки В последнее время придерживаюсь, что надо чистить после! Не знаю, может быть, это самообман! Но как будто вкус лучше остается! Ну, кто-то говорит, что, типа, так и витаминов больше остается! Ну, не знаю, может быть, это из области фантастики все, друзья! Это уже можно есть! Уже салат получился мощнейший! Но это не все, друзья! Картошку! Вообще, видел, даже сам пробовал как-то делать! Берешь картофель, сразу ее режешь на кубики, варишь! Намного все быстрее! Ничего не надо чистить потом! И режется она, когда сырая, намного лучше! Картофель для оливье лучше чуть-чуть не доварить, друзья! Потому что, когда она сильно разваренная, ну, она уже в пюре превращается в этой оливьехи! Вообще, в оливье картофель надо по минимуму! Это лично моя инициатива! Кто-то любит побольше! Пробовал я настоящий салат оливье! Сам тоже делал его, когда, наверное, года три назад у меня был новогодний стол, друзья, на 6500 рублей вроде! И там и раки были, и осетр был, и красная икра настоящая была! И ананасы! И ничего только не было! И думаешь, е-мое! А что сейчас с ценами случилось-то? Что сейчас в магазине? Вообще ничего не купить! Просто жесть какая-то! Все! Колбаса соленая, огурец тоже сильно соленый! Поэтому соли, наверное, добавлять не будем! Чуть-чуть майонеза! Каждый себе сам, если захочет, соли может добавить! Лучше не стало! Только хуже! Следующее наше блюдо! Коронное! Сельдь под шубой! Многие уверяют, говорят, нет, надо первый слой делать обязательно! Сельдь! Нет, друзья! Ну, типа, это же из названия! Сельдь под шубой! Нет, друзья! Первый слой картофель, чтобы вот это масло из сельди, ее дух, ее вкус туда впитался! Все, натираем! Так, ну что? Теперь селедочка! Селедочка наша хорошая в маслице! Как она открывается-то, а? Когда я вот пытаюсь что-то открыть, мне кажется, я в Толяна превращаюсь! Все-таки надо порезать, а то они крупноватые кусочки! Сейчас я ее почищу быстренько, свеклу! Обожаю свеклу в любом виде! В сыром, в вареном, в печеном! Свекольник люблю! Это удивительный вообще корнеплод, это свекла, друзья! Но, говорят, нельзя на нее много налегать, на эту свеклу! Хотелось бы побольше! Так! Так! Теперь вот на такой терочке ее! Короче, в Таиланде, когда Новый год отмечали, не смог я селедку все-таки найти! Ну, там в русских магазинах может есть, но что-то оверпрайс какой-то! Я взял красные рыбки, сам их посолил! Офигенный норвежский лосось с Норвегии! И что вы думаете? Получилось супер вкусно! Невероятно вкусно получилось! Вот вспоминаю, как-то все-таки, мне кажется, в детстве веселее Новый год был! Или потому что дети мы были! Или раньше как-то не было всего изобилия этого такого вот, как сейчас, все, что хочешь, можно достать! Как говорится! А раньше это вот на Новый год как-то реально празднично! Там мандарины, там, ананас, помню только вот! Ананасы реально только на Новый год, наверное, ели! Кто-то через каждый слой майонез... Я нет, друзья! Майонеза поменьше! Сейчас вот слой яиц потом сделаем! Так, три яичка, друзья, почистил! Думаю, хватит мне! Прямо желтком их делаю для нежности! Ох, какая нежность яичная! Ой, как вкусно пахнет-то, а! Вы сильно представляете! Все, почувствовал я, все, пошло новогоднее настроение! Пошло, пошло, пошло! Добро пошло! Канал Добра и Позитива! Чуть-то майонезика! Яйца очень много майонеза на себя берут! Поэтому сильно тут уж размазывать не будем! Так, еще немного картофеля сверху! Терка из фикс-прайса, друзья, за 28 рублей! Еле трет! Все, отлично! Отлично! Кстати, друзья, к слову, у меня ни разу на канале не было ни одного рекламного видео Ашана! Ни один раз со мной Ашан не связался и не попросил рекламу! Сколько я их снимал, вот вы представьте! Ну, так вот! Хотя, я знаю, что дирекция Ашана меня смотрела! Я даже с ними один раз познакомился, ну как, в магазине вышли со мной познакомиться! Там какая-то проверка была там с Францией большая, когда еще к нам французы приезжали! Вот! И получается, они говорят, а мы вас смотрим! Я говорю, давайте, ну что вы, коммерческое предложение! Они говорят, ну да, 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 это не от нас зависит! Я говорю, ну ладно! Потому что эти продукты, друзья, вот этот каждый день, он и без, без меня сам себя продает! Понимаете? Конечно, у меня вот этот есть аппарат, надо было взять, но неудобно с собой его таскать везде, который режет салаты 5 минут, и все бы было готово! Ну, а так вот режем с вами, общаемся! Я всю хату засрал, друзья! Вы просто не представляете, что я тут устраиваю на этой хате! Это жесть! Ну что, господа, все почти готово! Давайте еще немного яичек сверху! Нравится мне, знаете, что вот когда шубу вот так мазюкаешь, свекла с майонезом начинает смешиваться, вот этот цвет такой приятный! Очень навевает воспоминания из детства, Новый год, вот это вот приятно! С родителями все вместе приходили, там, друзья, родственники! Потом, когда подрос, сам уже начал куда-то ходить с друзьями! То к одноклассникам, то с одногруппниками куда-то, то там с девушкой, то с парнем, да, хотел сказать еще! Нет, такого раньше, ну, было, но не так явно, как сейчас! Все, шуба готова! Пускай настаивается! Я сейчас лазанью закидываю в духовку, друзья, и накрываю на стол! Вы не переключайтесь! Давайте наполняйте с бокалы! Ну, ложите себе салатики какие-нибудь, кладите там, как правильно сказать, и к столу! Ну что, друзья, пытался ее вскрыть, смотрите, она как-то, как-то не так вскрывается! Давайте положим вот этого миска, да, вот так, обязательно, нарезочка сырка! Хорошо, что я настоящего сыра взял, друзья! Что-то он режется, как пармезан! Не пойму, чем копченый? Не, не копченый, это вот шейка пахнет! Так, ну что, пробуем! Пробуем, так как я один, буду пробовать вот прям, вот прям отсюда! Не успела пропитаться, но дюже вкусно! Давайте попробуем салат оливье, который нам предлагает, хотел сказать, светофор! Ну, блин, тут одна картошка с майонезом! Майонеза просто нереально много! Слушайте, а неплохо! Состав, на первом месте соус майонезный, потом картофель вареный, ну, как я и сказал, колбаса вареная, из мяса птицы! В принципе, неплохо для любителей майонеза! Вот вы берете, вот, посмотрите, честно скажу, честно, отвык от майонеза, ну, вы посмотрите, ну, нельзя столько майонеза добавлять! Ну, вы посмотрите, это просто майонез с салатом! Майонез со вкусом оливье, вот, вот так скажем! С крабовым тоже самая история, я это еще в магазине подметил! Да? Ну да, да, друзья, это жесть! Второй раз я бы не стал брать, да и первый! Просто ради эксперимента! Один майонез! Хоть вот это и запивай! Ужас! Ммм! А вот это мое оливье! Это тема! Это вкусно! Вот оно радует! Сейчас, секундочку! Такую атмосферу немножко сделаем! Смотрите, я купил бенгальские огоньки! Они цветные! Это красный, это синий! Давайте проверим! Наполняйте бокалы, загадывайте желания! Ух! Ух! С Новым Годом! С Новым Годом! Давайте, друзья, чтобы все в этом году у вас только начиналось, открывалось, свершение, какие-то новые подвиги, новые горизонты, новые влюбленности, новые возможности! Хотели повышения на работе? Подошли к начальнику, сказали, Саныч обещал повышение! Давай мне повышение! Ну, что-нибудь в этом духе, друзья, не знаю, хотели какой-то подарок сделать себе, любимому? Делайте подарок! Хотели уволиться с работы? Увольняйтесь! Хотели новую, там, не знаю, машину? Продали, обновили! Давайте, чтобы все случилось и чтобы все было гладко и хорошо! Давайте еще, какие у нас цвета есть? Желтый, желтый, желтый! Офигеть! Ни разу не видел желтый бенгальский огонь! А, ну это стандартный! Все понял! Это стандартный у нас, а вот это какой? Это фиолетовый! Это стандартного, значит, желтый цвет, а это фиолетовый! Я уже ослеп, как от сварки! Честно вам скажу! Так, давайте вот этот и последний еще зажгем! Вот это вообще какой-то жесткий! Сейчас прожгем все! Ё-моё! Прожигает пол! Пол прожигает! Ребята! Он не тухнет! Он не тухнет! Ох, потух! Просто жесть! Я весь пол прожег! Все в дыму! Все в дыму! Сейчас пожарная сигнализация сработает! Друзья, не переключайтесь! Сейчас проветрую и вернусь к вам! Ой, друзья! Вот это мы дали джазу дымовухе! Весь салат, блин! Все просто! Давайте попробуем вот эти шейки! Неплохое! Да и суть неплохое! Ой! Хотел выпить, да нельзя! Друзья, еще раз от всего сердца хочу поздравить всех подписчиков! Хейтеров, не хейтеров! Мне без разницы! Всех вас люблю! С наступающим или с наступившим новым 2024 годом! Вот все, что сами себе пожелаете! Чтобы сбылось у вас, у ваших близких! Чтобы все вот так вот было тип-топ и хорошо! Всех обнял! Встретимся в новом 2024 году! Всем пока-пока! И до новых встреч!